Приветствую вас и хотел бы предложить свой вариант видения ситуации относительно вашего ребенка. Дело в том, что, очевидно, стратегия фута и пряника не совсем помогает. Это связано и с отношением вашего ребенка к окружающему, и, возможно, то, что он единственный в семье, и вы его определенное время баловали и так далее. Это связано со многими факторами, и разбираться с ними, безусловно, можно очень долго. Предложение, рекомендация заключается в том, чтобы показать ребенку ответственность за свои поступки. Например, вам совершенно не обязательно его ругать, совершенно не обязательно его наказывать. То есть, представлять какие-то негативные для него последствия, как наказание, этого делать не нужно. Ведь ребята знают, что наказание есть, что это что-то конечное, что рано или поздно оно закончится, и тогда, если оно закончится, он может вновь делать то, что ему изначально хотелось. Согласитесь, это не совсем то, что влияет на поведение малыша. Но вот если вы будете немножечко мудрее и тактику смените, то, возможно, ситуация изменится. В чем заключается эта тактика? Тактика заключается в том, чтобы не ругая малыша, не наказывая его, привычное понимание этого слова, показывать ему негативные последствия своих поступков. Ну, например, вот он пришел в гости к другим детям и начал играть в игру, не давая им поиграть. Победение плохое? Плохое. Что нужно? Если вы скажете ему, что он больше не пойдет к детям, то вряд ли это будет иметь значение, потому что он все равно будет знать, что вы его простите, забудете, возьмете собой. Но если вы ничего не будете говорить, не будете ему говорить, вроде бы как не заметите того, что он сделал, и будете общаться с ним так же, как и раньше. Но потом, когда наступит следующий момент, походи в гости, вы скажете ему, прости, дорогой, ты не ведешься. Естественно, будет вопрос, почему? А вы скажете, потому что ты ведете себя плохо. И все. Ребенку больше ничего не нужно делать, не нужно вам ничего говорить, вам ничего делать. Вы просто говорите ему, что ты совершил поступок, и мы его приняли. Мы не собираемся тебя ругать, мы не собираемся тебя наказывать. Зачем? Но те последствия, которые ты повлек за собой, своим действием, эти последствия тебе нужно самому принимать. Не хочешь с кем-то делиться игрушками, когда играешь? Хорошо. Твое право. Будешь один. Не можешь с детьми общаться нормально? Хорошо. Твое право. Будешь один. Не можешь там, допустим, делиться с другими там едой или чем-то еще? Хорошо. Будешь один. Ты не хочешь ничего делать в детском саду? Хорошо. Не делай. Двое право. Будешь один. И все. Никаких наказаний, ничего. Вы общаетесь с ним так, как общались. Но при этом ребенок видит, что у его действий есть все-таки негативные последствия. И что самое, самое, наверное, страшное в этом то, что они не прекратятся. Они не закончатся эти негативные последствия. Вы не перестанете его наказывать, потому что вы и не наказываете. Вы не перестанете его, допустим, ругать, потому что вы и не начинали его ругать. Не будет негативных последствий в том виде, каким он привык. Но будет другое. Нечто более глубокое и в то же время более демократичное по отношению к нему. Пусть он сам выберет, что он хочет. Пусть он сам осознает, к чему приведут конкретные действия. Естественно, негативные последствия нравятся ему не будут. Естественно, на первых порах будет привычная модель поведения. Это истерики, крики, требования и так далее. Если вы правильно здесь поступите и будете все это игнорировать при этом, общаясь с ним так же, как раньше, то вы поймете, криками дела не будет. Нужно что-то другое. Для того, чтобы поведение ребенка изменилось, нужен стимул. Этот стимул вы можете ему дать в виде его нереализованных желаний. Вот желания нереализованы, и он понимает, что ему хочется большее. А что нужно сделать? Для того, чтобы получить то, что он хочет. Нужно вести себя соответствующе. Нужно вести себя правильно. Нужно вести себя так, чтобы последствия были положительными. И вот так ребенок самостоятельно и научится, научится оценивать свои действия и нести за них ответственность. И тогда вам не придется его не наказывать, вам не придется его ругать, но вместе с тем, если он сделает что-то хорошее, что приведет к позитивным последствиям, то эти последствия вами будут отмечены. То есть вы отмечаете, вы говорите, о, ты молодец, смотри-ка, ты вот сделал это, и вот мы там, допустим, пошли в гости еще раз. То есть мы случайно поговорили с детьми, и ты повел себя с ними хорошо, значит, мы теперь можем, наверное, взять тебя в гости. У ребенка появится причинно-следственная связь между тем, что он делает, и тем, что получает. Эта причинно-следственная связь будет лишена его, лишена, прошу прощения, вашего вмешательства. Эта причинно-следственная связь будет полностью зависеть от него. Но поскольку одно из позитивных последствий является в теории и в идеале ваше одобрение, ваше внимание, ваше взаимодействие с ним, то реакция на его поведение точно лучше выстраивать на таких же основах. То есть сделать это плохое, сказать, хорошо, твой выбор. Сделала мне вопрос. Будем общаться с тобой так же, все будем делать, но вот то, что ты сделал, исключает представление о тебе каких-либо излишек. То есть сладкого там, игр, гуляния и прочее. Сделать это хорошее. Какой молодец. Хорошо. Значит мы можем сделать что-то для тебя. Стать какой-то излишек. И все. При этом ваше общение с ним никак не меняется. Оно не меняется внешне. Вы так же продолжаете общаться. Все так же. И ребенок тем самым будет ощущать одновременно большую свободу. Он будет понимать, что кроме него никто не даст ему то, чего он хочет. И самым адекватнее будет воспринимать окружающий мир. На этом все. Надеюсь, что вам помогут. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку в Шумагу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Будем благодарны.